есть такая группа на фейсбуке вовк ведверто про футбол и вот автор этой группы андрей вовк собрал комментарии швейцарских болельщиков насчет победы их сборной над украиной технической победы 3-0 и они очень и очень интересные вот скрины я предоставляю и заодно и озвучу их чтобы все могли услышать ну или прочитать все вместе и так андрей вовк администратор группы вовк ведверто про футбол прочитайте петбер коменте в швейцарских фаней в социальных мережах на героичную перемогу их не спирно и надзбирной украины с рахунком 3-0 деки с коменте в мене дуже сподобалось пишите в коментах який комент о автология сподобался вам наибильше ну и вы в своих комментариях если конечно захотите пишите какой из комментариев здесь вам понравился больше всего и так эрик ждем оценки игрокам за эту великолепную и разгромную победу ведь всем по 10 баллов вряд ли есть другие варианты если серьезно то все очень грустно нельзя в принципе решать исход матчей в кабинетах а когда речь идет о матче в элитном дивизионе то это вдвойне плохо мы не заслужили остаться а украинцы не заслужили вылететь но теперь уже никто не будет менять решение филипп первая и единственная победа в 2020 году да еще какая аж 30 спасибо тебе уефа теперь сборная остается в элитном дивизионе лиги наций а петкович останется главным тренером национальной команды коблер ни одной победы в 5 сыгранных играх нужен ли нам такой подарок от уефа все это просто жалко и мы не достойны играть в этом дивизионе представьте что сейчас происходит в украине как им обидно было узнать про ноль три курт обе команды должны сыграть в лиге наций в следующем году или когда там она состоится чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер что мешает сделать одну из групп в следующем розыгрыше не с четырьмя а с пятью командами чтобы никому не было обидно пусть швейцария и украина заранее будут играть в одной группе лукас если бы я был игроком сборной швейцарии мне было бы стыдно принять эту победу в кавычках хочется услышать их мнение по поводу такого решения уефа дуй или дуи если бы дело было решено просто по правилам это было бы справедливо но все говорили что есть разные варианты определить исход матча в итоге уефа выбирает наименее логичное и наиболее скандальное решение но почему это заняло так много времени если все было так ясно если есть правило опять кавычках спорная проблема в спорте решается сразу и автоматически в этом случае однако оставалось пространство для маневра и различные варианты интерпретации уефа решил пойти по наиболее простому пути melden что можно было сделать чтобы не доводить до позорного технического поражения решение 1 все украинские игроки снова тестируются методом пцр во вторник днем и в среду утром результат доступен через несколько часов в это время они должны оставаться в номере отеля индивидуально или иным образом отдельно если вы дважды сдаете отрицательный тест вы можете сыграть в среду вечером решение 2 альтернативная игра при необходимости команды у 21 молодежные то есть соревнуются друг с другом на одно обязательно должен был быть соблюден спортивный принцип когда команды находятся в равных условиях не то ни другое не идеально но любое решение на поле было бы лучше чем этот фарс джонас конечно здорово мы победили но для меня это не победа лучше честно проиграть чем так выиграть горький опыт для всего футбола к сожалению наше руководство федерации сразу дало понять что будет делать все для победы в кабинетах это отвратительно думаю что кроме них никто не обрадовался не болельщики не футболисты разве что петкович может открывать бутылку вина и отмечать хотя его заслуги в этой победе в кавычках нет лумина швейцария вообще не заслужила остаться в дивизионе а такая победа в кавычках над украиной хуже любого поражения то что не бы не было решено на поле для меня не имеет значения это не футбол поэтому я надеюсь что украина обратиться в касс и выиграет дело иначе это пятно на репутации сборной останется на всю жизнь касс это апелляционный совет там европейский мартин просто невероятно да в принципе настоящий скандал что только один кантонский врач может иметь такое большое влияние на лигу наций интересно о чем думали официальные лица уефа самым прагматичным и справедливым решением было бы перенести игру сыграть было возможно в начале января все заявления по поводу других возможных решений фарс браво уефа браво швейцария мало было нам скандалов с фифа теперь еще все будут думать что уефа решил пойти нам навстречу так как их штаб квартира находится в нашей стране петбир срубив антон прокопов как видите по новое и все уважаемые украинские болельщики наши швейцарские коллеги фанаты и такие же болельщики многие фанаты думаю не все но многие так же как и мы возмущены техническим поражением сборной украины они как и мы предпочитают чтобы все решилось на футбольном поле надеюсь так же как и швейцарцы что наши подадут заявление в кассе и думаю уже подали и на позитивные решения для сборной украины то есть чтобы был матч переигровка с вами был саныч до новых встреч